Уникальная находка. В Краснодар доставили корабельную пушку времен Великой Отечественной войны. Зенитная установка около 70 лет пролежала на дне Черного моря в Керченском проливе, а сегодня стала экспонатом Музея боевой славы. Страницы истории изучил Никита Рудой и выяснил, что боевое оружие Советский Союз получил благодаря Соединенным Штатам Америки. Грозное орудие впервые за 70 лет снова в руках человека, но не солдат, а археологов. С морского дна специалисты поднимают зенитную установку «Эрликон». Во время Великой Отечественной она была частью боевого корабля «Малый охотник». Историческую находку археологи обнаружили еще 8 лет назад, но никак не могли поднять ее из морской пучины. Катер мы обнаружили в 2007 году при обследовании другого катера. То есть там было минное поле и несколько объектов лежали рядом. Очень долгое время не могли определить, что это такое, потому что сильное разрушение, практически полностью отсутствует корпус. Во время войны «Малый охотник» переправлял с одного берега на другой продовольствие, оружие и людей. Во время очередного плавания в 43-м судно наткнулось на мину и затонуло. Для моряков катер стал братской могилой. Сколько на борту находилось бойцов советской армии, сейчас узнать невозможно. Археологи уверены, что все бойцы погибли. По словам специалистов, доставать затонувшие боевые суда целиком нельзя. Для изучения можно поднять со дна лишь корабельное оборудование и оружие. Вы не представляете себе, какой восторг был среди нас, когда в процессе реставрации мы обнаружили вот этот шильдер, который прямо указывает на изготовление и принадлежность данной пушки. С помощью шильника поисковики узнали, что зенитку произвели американцы. Она обладала хорошими боевыми характеристиками, простой конструкцией и надежностью. На вооружении нашего корабля «Эрликон» оказался благодаря государственной программе США, по которой Америка предоставляла союзникам военную помощь. Она оказалась на берегу. Естественно, это вызвало буревую эмоцию, что наконец-то это сделано. И она выглядела очень живописно. Действительно, все вот эти годы, которые она провела под водой, они сказались. Люди реагировали с восторгом. Они удивлялись, это пушка ли это, спрашивали. Им объясняли, что да, это пушка. Они спрашивали, вы ее что, из моря достали? Ну, наверное, что из неба упало. Фотографировались очень много. Поступали даже предложения ее купить. После восстановления орудие решили оставить на хранение в Краснодарском выставочном зале боевой славы. Это своеобразная дань памяти тем, кто в том далеком 43-м так и не доплыл до берега. И остался навечно лежать в братской могиле в морской пучине. Алексей Величко, Никита Рудой, Светлана Светличная, Дмитрий Забелин. Краснодар, 24.